А теперь о теме, которая обсуждается в нашем городе повсеместно. Дороговый центр Подсолнух посетил Медведь. Пользователи соцсетей вовсю обсуждают видео этого происшествия. Сергей Щербаков внимательно рассмотрел нашумевший ролик. Непрошенный гость появился в микрорайоне Флегонтово-Строитель в среду незадолго до полуночи. Камеры видеонаблюдения одного из супермаркетов зафиксировали очень важную деталь. Испугавшись проезжавшего мимо автомобиля, животное пробило головой стеклянную дверь. По счастливой случайности в здании не было поздних покупателей. Обслуживающий персонал спрятался и косолапый хозяйничал в супермаркете в гордом одиночестве. Через 10 минут животное самостоятельно открыло дверь и выбежало на улицу. Еще одна деталь. Более семи экипажей ДПС, ППС и вневедомственной охраны оцепили местонахождение хищника и предупреждали случайных прохожих об опасности. Позже хищник был застрелен сотрудниками полиции. В связи с тем, что бурый медведь получил ранение о разбитую стеклянную дверь, был агрессивен и создавал реальную опасность для жителей микрорайона, сотрудникам полиции пришлось применить оружие на поражение. В дальнейшем тушу животного передали охотоведам. В настоящее время по факту применения оружия проводится проверка. Медведя, конечно, жаль. Но также нельзя, чтобы не преувеличить и не раздуть скандал. Все сегодняшнее утро сделал вот этот ролик на ютубе. Казалось бы, ужас и кошмар, но давайте внимательно послушаем начало ролика. Это переозвученный ролик стал неприятной неожиданностью и для хабаровских зоозащитников. Я отнеслась как к провокации того, что общественное мнение настраивается не на гуманизм, а абсолютно на другую линию. Ну, то есть на убийство. То, с чем мы боремся и что пытаемся искоренить, люди почему-то наоборот хотят сенсацию какую-то там придать и дать развитие. У зоозащитников, кстати, нет претензий к полиции. Но они считают, что животное можно было поймать живым, когда медведь был еще внутри магазина. Пока зверь был внутри торгового центра, да, можно было его отловить. Конечно, когда он уже оказался на улице, он стал представлять опасность для людей, его застрелили, это, наверное, был единственный выход. Но просто если ситуацию бы под контроль взяли с самого начала, этого можно было бы избежать. Но специалистов по отлову диких животных, по словам зоозащитников, в Хабаровске нет. А в такой ситуации паниковать может не только животное. Андрей! Андрей, отъезжай! Отъезжай! Сергей Щербаков, Денис Лесняков. Для программы «Настоящее время».